Привет зрители! У меня тут пришла посылка с алиэкспресс. Я заказала для блендера погружного чашу измельчитель. Блендер погружной все еще никак не смонтирую обзор и блендер уже года два как юзаю. И он всем меня устраивает. Ссылку в инфобоксе оставлю на продавца если получится что он из приложения в телефоне это блендер redmond 2967 модель и как бы там представитель официальный представитель бренда со складом в России. Что интересно почему-то нигде кроме алиэкспресс нету вот этих запчастей. Что для блендера беломикс, что для погружного блендера который в принципе изначально был в комплектации просто как погружной блендер. Смотри пупырки. Я сначала думала смр записать а потом подумала смр недавно вроде было. Да тут у нас кошка пришла которые как бы говорили кошка не мешайся и поиграй с котеночком. Но кошка решила иначе. Так. Я тут с телефона управляю. Я как не изображу как бы ее поставить. Зато можно полопать. Кстати хорошо запакована. Она такая легонькая. Думаю блин она же не может быть такой легонькой. Ну она в принципе что бы ей быть тяжеленькой то. Хорошо запакована. Можно ее как-нибудь полопать эту фигнюшку. Просто смр на. Вот оно. Такое. Модельный ряд там был приличный такой. Смотри. Я так поняла. Ну вообще на озон я видела при случае можно ножичек там заменить купить. Вот оно. Впервые вижу. Может быть ты тоже впервые видишь. Тут пластиковая штучка также. Тот обзор полноценный в действии блендера я постараюсь смонтировать хотя бы до начала лета. Ножичек. Ну и сама чаша. Мне тупо надо измельчать морковь. А чаша биоломикса маленькая. Ну не совсем так справляется как мне хотелось бы. Не совсем на то рассчитано. А покупать отдельный измельчитель ну как-то фиг знает какой купить. Я уже нагорела на двух измельчителях. Поэтому я решила что можно наверное если. Если вдруг есть на озон или допустим даже если вдруг есть на алиэкспресс то можно купить для какого нибудь из моих погружных блендеров. Вот он сам. Вот как он родной. А нам сейчас нужна в основном вот эта штучка. Подошел. Смотри так. Еще раз. Пумс. Воткнем. Тут как бы 800 ватт и 1300 ватт. Я обычно им пользуюсь только когда пасту делала. Арахисов, орехов еще до того как биоломикс купила. Ну в общем что-то мне надо посильнее такое измолоть ее. Потому что мулинекс у меня на 820 всего лишь. Вполне все работает. Ну конечно так нежелательно делать, но... Ты видишь, да? Можно сейчас морковку попробовать измолоть. Маловат возможно морковки. Вообще цена вопроса 1091 рубль кажется. Ну 1100 грубо говоря. Если маловатся будет, я почищу. И добавлю. Хорошо, что вот есть возможность так заменить какую-нибудь запчасть вот таких штук. И можно купить изначально не комплект. Мне тогда просто не надо было. Чисто погружной блендер надо было мощный. И можно уже докупать там что-то. Давай. Мгновенно даже на маленькой скорости. Причем просто снять как бы... Не получится вместе с этой штукой. Надо сначала ее снимать. Хотя возможно вместе с ней получится. У меня только типа не получилось. Но я думаю, что вариант именно вот так снимать. Смотри. Я смотрю и ты смотришь. Отлично. Да, да. Я вот покупала исключительно из-за морковки. Потому что в ручном измельчителе не получается на как бы... Ну, он больше рассчитан на мягкие такие продукты. Можно чуть-чуть помелче сделать. Правда, может надо было изначально на турбо. Но на турбо можно потом попробовать что-то иное. Или почистить морковки. Потом уже сделать то же самое на турбо. Так что мы сейчас на турбо измельчим то, что уже измельчено. Другой скорой на первой было скорости. На турбо, я думаю, надо чуть побольше подкидывать. А все-таки можно снять. Но тяжеленько немножко. И удобнее сначала управлялку снять, а потом уже вот это все. Можно сделать потом салатик с чесночком. Мелочь вообще измолола. Примерно так же мелко, как мой насадка от Биоломикс. Маленькая. Но она оставляет, потому что немножко не на то рассчитана. Там немного другого варианта ножи. Типа ножи, скажем так. Они больше блендерные, чем вот измельчительные. И там немножко остаются иногда кусочки морковки попадаются. Это вот если без жидкости делать. А мне же без жидкости надо. А здесь вот буквально все в мелочку. Так что, зрители, если тебе вдруг надо, допустим, до такого погружного блендера Redmond какую-нибудь насадку, то можно найти на Алиэкспресс. Я видела венчик для подобных типов 2967 Redmond моделек и подобных 29 и другие цифры. Но на Азон. Но вот именно только венчики видела на Азон. И еще вот сам измельчитель. Сам не то, что измельчитель, саму вот эту ножку. А вот чашу измельчителя я только на Алиэкспресс увидела. Всем спасибо за просмотр. Ну и пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста. Всем спасибо за просмотр. Продолжение следует...